Всем привет! Ну что ж, уже подходит к концу 22-й год и самое время посмотреть на флагманы предыдущих лет, потому что теперь они наконец-то стали доступными, дешевыми, и это я сейчас говорю не про какие-то там Samsung, Huawei и уж тем более не айфоны. Даже Xiaomi прошлых лет очень сильно подскочили в цене. Сегодня посмотрим на Mi 10T, посмотрим на то, актуален ли он сейчас, в конце 22-го, начале 23-го года. Ну и в общем-то, если вы хотите купить такой новый, то тяжело будет найти, я с трудом нашел в Америке. Если вы хотите взять такой на вторичке, то нужно крайне внимательно смотреть на него и смотреть, чтобы он был в идеале, потому что все-таки здесь AMOLED, нужно смотреть, чтобы он не был выгоревший, здесь все-таки батареечка, нужно внимательно смотреть, чтобы она не была там вздутой и так далее, чтобы количество циклов было небольшое. В любом случае, если грамотно подойти, то вариант крайне интересный, потому что сейчас, на данный момент, его хватает за глаза для любых задач, в том числе и для мощных игр, а стоит он как обычный бюджетник Redmi. Итак, есть две модификации этого аппарата, у меня простая Mi 10T, но есть также Mi 10T Pro. Визуально Mi 10T Pro можно отличить, если купить цвет Aurora Blue, но, собственно, есть также еще две расцветки, которые их объединяют, это космический черный и лунный серебристый. Собственно, лунный серебристый вы сейчас видите, он очень красивый и, как мне кажется, расцветка даже по сегодняшним меркам невероятно крутая. Посмотрите, насколько много здесь оттенков и какая гамма. То есть здесь и серый, и серебристый, и синие оттенки. Очень глубокий и интересный цвет. Так что в этом году и в следующем, я думаю, что он будет актуально смотреться. Что касается удобства, да, это флагман, поэтому здесь не будет никаких снисхождений. Он будет тяжелый, он будет громоздкий с большим экраном. Что уж поделать, этот аппарат весит 215-220 грамм с чехлом. И в руке, естественно, если вы девушка, он может ощущаться тяжеловатым. По крайней мере, когда я его взял в руки, я понял, что я держу в руках серьезное устройство. Он очень тяжелый. По весу он как топовые Pro Max айфоны, как все топовые Samsung мощные, плюс 5G и так далее. Собственно, здесь вся та же самая история. Естественно, габариты здесь постарались сделать максимально компактными, ну, насколько это возможно. Камеру пришлось им немножко выпечить, потому что здесь очень мощный модуль, который снимает, я вам скажу, что по современным меркам очень круто. Здесь установлен топовый чип 865 Snapdragon с поддержкой 5G. 5G еще нигде, собственно, нету практически, а здесь 5G уже есть. Так что можно брать этот аппарат, если вы живете, например, в местности, где 5G завезут. В любом случае, очень интересно, что там, где я живу, скоро, скорее всего, 5G появится. Вы скажете, ты, наверное, живешь где-то в Шенчжене, в развитой столице мира. Но на самом деле данную новость местный оператор связи предоставил, и это было очень интересно. Потому что оператор этот находится в Приднестровье. То есть, если кому-то не сильно известно, это часть Молдавии. В общем-то, и там будет 5G. Интересно, как оно будет работать, когда эта 5G-сеть распространится на всю республику. Будет очень интересно потестить. Пока что она работает только в одном городе, в Тирасполе, и только в центре города. Так что 5G здесь есть. Я думаю, что большинству хватит такого аппарата за глаза на перспективу. Что касается Snapdragon, некоторые переживают, что так как процессор мощный, то он будет жутко греться. Не переживайте. У данного процессора есть одна очень интересная особенность. Он очень грамотно сделан. Это очень холодный процессор в простое. И не сильно горячий, когда вы нагружаете его на максимум. Дело в том, что данный процессор сделан по 7-нанометровому техпроцессу. Причем этот техпроцесс не просто какой-то первичный, это уже накатанная, обработанная технология. Поэтому там никаких вопросов с перегревом, в отличие от последующих поколений, где они попытались получить максимальную производительность при таком же техпроцессе и даже понижая до 5 нанометров. В любом случае, этот процессор тянет все игры до сих пор. Процессор построен на, естественно, многоядерной архитектуре и каждое ядро работает на частоте 2,84 ГГц. То есть, никаких снисхождений. Любители игр здесь однозначно будут в восторге. Ну и, естественно, здесь поддерживается Adreno 650 GPU. То есть, это ускоритель, который может все. Процессор восьмиядерный, хорошо работает с графикой. То есть, если вы берете смартфон для работы, для работы с графическими приложениями, то никаких проблем, все у вас будет работать четко. Сейчас смартфон уже сброшен, с него удалена вся информация после тестов. И, собственно, здесь у нас доступно из 128 ГБ 107,8. Это очень хороший результат, учитывая то, что форматирование, и сам Android, и предустановленные приложения тоже занимают немало места. Отличительной особенностью этого аппарата от Mi 10T Pro, который вы тоже будете видеть на рынке, это то, что здесь есть версия 6.128, как у меня. Есть также 8.128, где чуть больше оперативки, и данный процессор позволит вам этой оперативкой вполне себе комфортно пользоваться. Никаких затупов не будет. А вот Mi 10T Pro есть только 8.128 и 8.256. 6.128 отсутствует. Но классная штука, это то, что здесь используется очень быстрая оперативная память. LPDDR5. В связке с быстрой внутренней памятью здесь UFS 3.1. На данный момент такую память устанавливают во флагманы до сих пор. То есть понятно, что смартфон, несмотря на то, что он достаточно старенький, назовем его так, он все равно актуальный. Что касается камер, вы скажете, ну в то время камеры не так хорошо снимали, как сейчас. Я позволю вам, наверное, остаться при своем мнении, но я с вами не соглашусь, потому что здесь камера вот в этой версии не про 64 мегапикселя, ну есть еще 13-мегапиксельный и 5-мегапиксельный модули, они сюда включены. Но этого хватает, этого хватает для того, чтобы делать великолепные снимки. К тому же данная камера позволяет круто снимать еще и видео. Видео можно снимать до 8К, но при 8К у нас будет только 30 кадров в секунду, а 4К 60 кадров. Очень стабильная, очень плавная картинка получается, очень четкая, неплохо работает фокус. И у меня сейчас смартфон, который снимает, он, кстати, снимает именно 4К 60 кадров, и эта камера не сильно ему уступает, хотя это уже следующее поколение, причем с индексом Pro. Я сейчас веду съемку на Mi 11T Pro, у которого и мощнее процессор, и мощнее сенсор, и так далее. А если вы рассматриваете версию этого аппарата Pro, то там уже будет 108-мегапиксельный сенсор вместо 64. Он будет чуть-чуть интереснее снимать в плане разрешения, но качество фото и видео, я вам скажу, что в принципе сопоставимо. Не стал бы говорить о том, что оно лучше. Причем там модуль от Samsung, а здесь модуль от Sony. Кому-то больше нравится, как рисует фотографии Sony, кому-то как Samsung. Мне в принципе очень нравится, как снимает эта камера. Здесь у нас, конечно, апертура максимально открытая, это f1.89, там f1.69. То есть более светлая оптика используется и позволяет снимать чуть лучше в более темных условиях освещения. Но даже эта камера делает превосходные снимки и вечером, и ночью. Понятно, что ночью чуть-чуть есть шум, есть зерно, такая искусственность небольшая, но слушайте, это же все-таки смартфон. Это штука, которую ты кинул в карман, и на нее можно снимать вполне себе сносный контент даже, и даже какие-то киношки. Что касается селфи-камеры, здесь используется модуль на 13 мегапикселей. Этот модуль точно такой же, как и в обычной версии, так и в Pro-версии. Модуль позволяет снимать в высоком качестве видео. Давайте зайдем в видео, перевернем камеру. Вот смотрите, сейчас я вам покажу. Full HD, 30 кадров, при том эта картинка получается резкая. То есть это не просто какой-то размытый мыло какое-то, как это бывает, например, когда снимаешь на какой-нибудь, я не знаю, Poco M4 Pro или M5. То есть там, понятно, там тоже Full HD, к примеру, но там картинка значительно хуже. Здесь очень детальная, резкая, и обратите внимание, что она достаточно плавная. То есть она не дергается. И, конечно же, здесь очень хороший баланс белого, детализация и картинка, не обманчивая по цветам. Что немаловажно для тех креаторов, кто снимает видео более-менее профессионально для Инстаграма и так далее. Что касается дисплея. На данный момент у меня смартфон работает на частоте 120 Гц. И мне этого хватает. Но здесь они поколение назад, и даже не в Pro-версии, обратите внимание, куда шагнули. Они замахнулись на супер повышенную частоту экрана. Это даже слишком много. У меня сейчас стоит 90, и я в тестах, в принципе, использовал 90, но здесь максимальная частота это 144 Гц. Я так понимаю, что некоторые игры поддерживают такую частоту. Я так понимаю, что плавность некоторые посчитают, что они видят разницу в плавности. Но я разницу между 90 и 144 не вижу. Что так плавно работает интерфейс, что так. Заметить глазом это невозможно, поэтому я не совсем понимаю, зачем они замахнулись так высоко. 90, 120 тоже разницы нет. Я использую 120 на смартфоне, потому что там нет выбора. Там только 60 и 120. В любом случае, 144 съедает батареечку достаточно активно. Поэтому я не рекомендую этот режим. Но если вы считаете, что вы видите разницу, ну пользуйтесь. Во всяком случае, это говорит о том, что здесь используется очень крутой дисплей. Кстати, дисплей 6,67 дюйма. Огромный и не сильно тонкие, не сильно толстые рамки. Когда дисплей погашен, то рамок вообще не видно. Вот я сейчас попробую повертеть под разными углами. Вы не видите вообще рамки. Если его зажечь, видно, что рамки тоненькие, смотрятся очень органично и даже красивее, чем у айфона. Единственное, что нижний подбородок немножко можно было бы сделать все-таки потоньше. Но в любом случае, как тут уж на любителя. И кстати, смартфоны в принципе одинаковые и по габаритам, и по дисплею. Что Mi 10T, что Mi 10T Pro. Поэтому чехлы подходят друг к другу и так далее. Кстати, дисплей имеет разрешение Full HD+. На данный момент этого более чем достаточно. Можно смотреть, например, тот же YouTube. И никаких проблем у вас не будет. Давайте наберем Sean Block, например. Никаких проблем у вас не будет с просмотром 4К контента. Обратите внимание, что можно развернуть без проблем. Можно качество выбрать до 4К 60 кадров. Этот дисплей тянет. То есть, YouTube не урезает на этом дисплее качество. Это очень большой плюс. Ну, давайте сразу раз я запустил. Покажу вам, какое качество звука. Здесь никаких звезд не было, не хватает. Звук достаточно объемный. Звук стерео. И звук очень хорошо и равномерно распределен между динамиками. Что бывает не очень хорошо реализовано в тех же Poco. Даже более топовых линейках типа F3 и так далее. Но, собственно, здесь и стереоэффект ощущается хорошо. И смотреть и фильмы, и ролики там в YouTube и так далее. Ну, просто сплошное удовольствие. По настройкам здесь у нас все стандартно. Цветовая схема позволяет настроить совершенно разнообразные цвета. Размер текста и так далее. Дисплей хороший. Единственное, что чуть-чуть хотелось бы получше углы обзора при отклонении по горизонтали. Если говорить вот о такой ориентации. Ну, вот видно, что дисплей чуть-чуть уходит в крайних позициях. Чуть-чуть уходит в потерю контрастности. Но цвета, в принципе, остаются на достойном уровне, хотя и немножко блекнут. А в целом, так дисплей крайне достойный. Сейчас на рынке такой дисплей найти практически нереально. Особенно, если учесть, что смартфон стоит недорого. Кстати, хотел бы отметить, что здесь поддерживаются все современные протоколы. HDR10. Также Reading Mode у них 3.0 здесь поддерживается. Sunlight Display. То есть, когда у вас яркое солнце, дисплей реагирует правильно, грамотно. И не сильно искажает цвета. В пике примерно 650 нит здесь будет. То есть, дисплей очень яркий. Да, этим сильно сейчас никого не удивишь. Потому что современные смартфоны могут дать и больше. Но, слушайте, за эти деньги, я думаю, вы не получите ничего подобного у других аппаратов. Везде будет 500 нит, везде будет IPS, искажение жуткое по цветам и так далее. Здесь просто красота и наслаждение. Один из важнейших элементов современного человека – это быть всегда на связи. И, собственно, за это отвечает не только процессор и оболочка, которые потребляют энергию, но и то, что дает энергию – это аккумулятор. Здесь батареечка 5000 мАч. Собственно, когда вы возьмете его в руки, вы это ощутите, потому что он достаточно тяжелый, и не только за счет того, что здесь металлическая рамка, стеклянная задняя панель, и сам он сделан из прочного металлического каркаса. Это ощущается. Но также еще и здесь мощная батарейка, она тоже придает значительно веса. Заряжается батареечка примерно за полтора часа с нуля до ста. Поддерживается 33-х ваттная зарядка, которой сейчас уже никого не удивишь. Сейчас уже более-менее бюджетные смартфоны Xiaomi поддерживают 33 ватта. Чуть-чуть более дорогие модели, в районе 250 долларов, уже имеют на борту 67 ватт зарядку. И в комплекте также. Здесь также в комплекте идет и соответствующий кабель, и зарядка, которая поддерживает 33 ватта. Да, можно заряжать быстрее за примерно минут 50, но в целом и полутора часов, даже там чуть меньше, вам, я думаю, хватит спокойно, чтобы заряжать этот аппарат и чтобы быть всегда на связи. Здорово, что здесь поддерживается реверсивная зарядка. Сделано все симметрично, симпатично, не так, как экспериментируют некоторые производители. То сюда запихнут, то сюда, то сверху, то сбоку, не поймешь. Здесь поддерживаются две сим-карты, в отличие от простого Mi 10, по-моему, даже Mi 10 Pro, поддерживают всего лишь одну сим-карту. Это просто ужас какой-то, именно поэтому я пропустил данную линейку, и Mi 10 я себе не брал. Здесь поддерживаются две сим-карты, которые поддерживают обе. 5G, 4G+, 4G, естественно, 3G и 2G. В OLTE тоже все поддерживается, все работает и в нашем регионе тоже. Кстати, по поводу связи. Мне очень понравилось, что смартфон невероятно хорошо ловит, даже в роуминге. Вот сейчас у меня обе симки, в принципе, не основного оператора. Оператор из соседней страны, из Украины и из Молдавии. Собственно, все работает хорошо и ловит связь, как вы можете заметить, великолепная. Причем не просто по антенкам, а сама связь реально очень хорошая. И по качеству здесь очень хороший качественный микрофон, громкая связь хорошо работает. Датчик приближения работает, в принципе, достойно, пока проблем не было с ним. Но если и будут, то понятное дело, что это стандартная история для многих смартфонов Xiaomi. У них с датчиками приближения вообще чуть не заладились немножко отношения, и периодически они могут работать некорректно. Здесь поддержатся все традиционные бенды в 4G, в том числе 3 и 20, которые популярны в многих странах СНГ. И я думаю, что вам они тоже, именно они вам и нужны будут. Здесь поддержатся Wi-Fi 5 ГГц, 2,4 ГГц и Wi-Fi 6, что немаловажно. А, кстати, если кому-то интересно, я вот подключен к своей сети. За время эксплуатации ни разу не было просадки по Wi-Fi, по проблемам с соединением и так далее. Важный момент, что когда Wi-Fi 6 сеть подключена, вот здесь значок Wi-Fi и цифра 6. Так вот, именно Wi-Fi 6 сети, я говорю, что она работает исключительно. То есть, это не просто так тестово воткнули, лишь бы было. Действительно, все работает четко и прошивками ничего не убили. Он из комплекта шел, по-моему, с 12.5 прошивкой MIUI. Сейчас, насколько я знаю, даже 13-ая на него есть. Но в любом случае, посмотрите актуальные версии прошивки, либо в обновляшке, либо в интернете. Ну и, конечно же, если кому-то интересно, то Bluetooth 5.1, Qualcomm-овский чип здесь есть. Естественно, поддерживает APTX, APTX HD. Поддерживает также LDAC, LHDC. Это, по-моему, Xiaomi-шный протокол передачи звука в высоком качестве. И даже я подключал наушники, которые поддерживают AAC. С переключением по Bluetooth с SBC на AAC. Звук прекрасный, чистый, без каких-либо просадок, прерывистостей. Все наушники работают прекрасно. Естественно, это флагман, поэтому тут у нас NFC поддерживается. И разблокировка по лицу, кстати, работает очень хорошо даже в темное время суток. Ну и, конечно же, если кому-то интересно по навигации, тоже он работает достойно. Ловит спутники хорошо. Как мне показалось, никаких у меня претензий нет. Естественно, как и любой смартфон, в режиме навигации разряжается довольно активно. И, кстати, есть штука, которая сейчас практически нигде уже не встречается. Здесь у нас есть светодиодный индикатор. И этот светодиодный индикатор, он горит белым цветом. Сейчас практически ни в одном смартфоне такого не найдешь. Также мне понравилось, как дизайнерский выполнен смартфон. То есть, у него динамик наверху, вспомогательный микрофон для стереозаписи и для шумоподавления. Также есть инфракрасный порт. Если кому-то интересно, можно управлять техникой без проблем. Ну и внизу также у нас динамик, основной микрофон, USB-C и лоток, как я уже говорил, на две симки. Для чего они сделали эти прорези? Ну, я думаю, что люди, которые плюс-минус понимают раньше, помните, когда вышел iPhone 6 или какой, все ругались на эти прорези. Да, ну, приходится производителям делать такие вставки для того, чтобы была лучше связь. Потому что, когда цельно литой корпус и металлическая рамка вокруг, то связь ухудшается. Здесь связь невероятная. То есть, мне очень понравилось, как он ловит. И как раз-таки за счет таких вот штук, не сильно красивых дизайнерских, но очень важных технически, это все и реализовано. Звук из наушников мне понравился. Хороший, чистый, громкий. Понятно, что они заявляют поддержку Hi-Res, но все это оставим на суд аудиофилов и так далее. Мне звук очень понравился. Что касается даты выпуска, да, он осенью 2020 года был выпущен. На данный момент кажется устаревшим именно по цифрам. Прошло целых два года. Но не стоит смотреть на циферки и на календарь. Важно, что этот аппарат до сих пор актуален, как по дизайну, так и по технической части, именно по начинке процессора и так далее. И по тому, как он выполнен. В нем есть все необходимое, пожалуй, кроме карт памяти. Если очень надо, ну купите версию 8.128. Понятно, что 8.256 или 6.256 версии нет. Придется искать прошку, например. Либо, в общем-то, ну карт памяти нет. Ну храните в облаке. Как вариант, мне такое часто в комментариях пишут. Я себе просто купил модель 8.256. Мне памяти хватает всегда. Притом я очень много пишу видео и так далее. Android 10 обновляется до Android 11. Вот Android 12 не подскажу, есть или нет. Можете посмотреть, собственно, тут не будем сильно разглагольствовать. Так что, если подвести итог, то аппарат более чем достойный и годный сейчас на данный момент. Я думаю, что ближайшие два года он еще как минимум не будет сдавать, потому что железо здесь очень мощное. Важный момент при покупке нужно смотреть, чтобы аппарат был в достойном состоянии. Без царапин, не побитый, чтобы оригинальный дисплей был и так далее. Ну понятно, что если дисплей будет не оригинальный, то у вас будет там 60 Гц и так далее. Видно будет, что он вскрывался. Вот сканер работает прекрасно. Громкости достаточно. В общем-то, тут никаких детских болезней. Просто классный смартфон. Естественно, нужно будет привыкнуть к габаритам, если вы до этого пользовались каким-то компактным смартфоном. Мне он очень понравился, стильный. И что самое, наверное, важное, вся эта мощь, все эти плюшки, фишки, все это доступно за копейки. На данный момент смартфон стоит, ну, в зависимости от состояния, от 200, наверное, можно даже и дешевле найти, но там будет совсем дрова, до 300 долларов за модификацию 6128. И вам ее хватит за глаза 100%. Ну, можно и даже за эти деньги 8128 найти. В общем, ищите и найдете. Всем хорошего настроения. Кому интересно, ссылочку я на интересные модели и варианты укажу в описании. Там же будет ссылка на кэшбэк, чтобы вы могли сэкономить. Вопросы в комментариях. Всем хорошего настроения. Увидимся в следующих видео. И пока.